МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Страшный диагноз – счастливый конец. В Дагестане проведена уникальная онкологическая операция. Подробности через минуту. И снова лучшие. Команда Дагестанского Исламского университета одержала победу в Нальчике. О чем речь, расскажем в выпуске. Быть полезной людям – как мотивация для постоянного профессионального роста. Лор-врач, трудящаяся много лет в Москве, ведет прием в Махачкале. Футболисты «Динамо» вышли в следующую стадию Кубка России, взяв верх над командой «Сочи». Подробности в спортивном блоке. В Дагестане проведена уникальная онкологическая операция. Ею руководил известный московский хирург Виталий Барьмин. С командой местных врачей хирургическое вмешательство было выполнено с минимальным проникновением через кожу и другие естественные барьеры. Операция включала в себя удаление части легкого с опухолью. Подобная практика открывает новые возможности в лечении онкологических заболеваний. На самом деле, вот эта операция, я уверен, положит череду торгоскопических лобэктомий в республике. И, естественно, у докторов, которые мне помогают огромный энтузиазм и желание осваивать все новое. И я уверен, что в ближайшее время эта операция станет рядовой. И, соответственно, граждане республики смогут получать вот такую высокотехнологичную помощь у себя на месте. Ежедневно от онкологических заболеваний в мире умирает около 27 тысяч человек. Эту печальную статистику озвучили накануне в Народном собрании республики. В Дагестане уровень заболевания составляет 170 случаев на 100 тысяч человек. В то время как в России эта цифра превышает 430 случаев на 100 тысяч человек, отметил главный онколог Минздрава России. Во-первых, я хочу сказать, что я не первый раз в Дагестане, знаю службу, здорово развивается служба, многое переворужилось, появились современные лучевые установки, ультрасовременные. Я вчера смотрел ребят, вчера оперировали в очень приличных операционных, отремонтированных палатах. Я заходил, есть палаты с хорошим размещением, и двухместные, и туалет, душевая, это все, что необходимо, цену для комфортного пребывания. Дагестанцы стали победителями межрегиональной викторины на тему «Ищущий знания». Мероприятие проходило в Найчике, Кабардино-Балкарской республике. Всего участвовало 7 коллективов из Северного Кавказа. Команду Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммада Арифа представляли 5 человек. Молодые богословы лучше всех отвечали на поставленные вопросы. Полностью на все вопросы уметь отвечать. Человек должен обладать универсальными знаниями. И там были, можно сказать, знания необходимые о Коране, знания о хадисах, о терминологии хадисов, также история спаджиков, история табиинов, женщин-табиинок, то есть истории из их жизни. Также нужно было знать культуру народов Северного Кавказа. Я третий раз в этом конкурсе участвую по отношению к другим командам. Аль-Хамдулла, Дагестанский исламский университет, команда именно из нашего университета, она на голову, можно сказать, впереди других. Именно своими знаниями и так далее. Но это в первую очередь из-за той базы, которую мы получаем здесь, в Дагестанском исламском университете. Но этим самым мы не принижаем их, расстанавливаем все, конечно. Но те знания, те базовые знания, которые даются именно в нашем университете, можно сказать, это послужило причиной того, что наша команда каждый год, можно сказать, занимает такие призовые места. Всем участникам «Екторина» были вручены сертификаты об участии в мероприятии. Победители и призеры получили грамоты и памятные подарки. Цель мероприятия – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Быть полезной людям – как мотивация для постоянного профессионального роста. Лор-врач из Дагестана Марина Мусаева 9 лет трудится в ведущих клиниках Москвы. Родную республику специалист посещает часто, а с недавних пор ведет в Махачкале прием. О своем пути, работе и вдохновении она рассказала нашим корреспондентам. Найти общий язык с ребенком, понять боль взрослого пациента. Работа врача требует не только высокого профессионализма, но здесь также важны и человеческие качества – чуткость, отзывчивость и доброта. Марина Мусаева лечит заболевания уха, горла и носа. В профессии она 9 лет и о своем выборе не жалеет. Я еще в школе готовилась к поступлению в медицинский университет, потому что знала, что он будет доктором с самого детства. Это случилось, когда мы смотрели передачу по телевизору про Леонида Рошаля. И он меня вдохновил, он стал каким-то вектором, направлением движения к моей мечте. Отучилась в медицинском университете здесь, в Тагестане, у нас в городе Махачкала. И дальше уже получать специализацию уехала в Москву. Сначала это была интернатура для того, чтобы, так скажем, там пробовать отоларингологию на вкус. Мне очень понравилась специальность. Свою учебу Марина продолжила в интернатуре первого медуниверситета имени Сеченова, затем в ординатуре и аспирантуре московского НИИ. Путь в столице был тернистым, преодолевать трудности помогала любовь к профессии. Марина Мусаева регулярно участник всероссийских и международных конференций, победитель конкурсов молодых ученых. Мне нравится моя профессия, мне нравится учиться, мне нравится советовать, советоваться. Я люблю посещать конференции, я люблю проводить сама исследования, докладывать об их результатах, получать критику, обратную связь, дорабатывать какую-то свою научную работу, работать. Мне нравится быть в профессии. Мне нравится, что помощь оказанная и ее результат, они быстро видны, они ощутимы. Нравится видеть результат и улыбки пациентов по выздоровлению. Большой опыт молодому врачу принесла работа на скоропомощной базе в подмосковном городе Дзержинск и в ведущих клиниках страны. Сначала это был Европейский медицинский центр, а сейчас она трудится в клиническом центре Лапино и параллельно принимает пациентов в госпитале мать и дитя. Марина в совершенстве владеет полным спектром лор-помощи, выполняет все виды плановых и экстренных операций. Кроме того, она специализируется на фонеатрии. Среди ее пациентов – звезды российской эстрады, артисты оперы и актеры театра, политики и телеведущие. Я думаю, что это работа с Рафаной радио и прежде всего наглядный результат. За результатом все приходят. Во многих театрах, как фонеатр, выезжаю, консультирую артистов, там солисты теряют голос и помогаю что-нибудь предпринять, чтобы в этих выступить. Принимать пациентов в родной Махачкале Марина Мусаева планирует чаще. Вдохновляет искренняя благодарность людей и возможность быть полезной для своих земляков. Особенно для тех, кому тяжело получить помощь в отдаленных от города населенных пунктах. Высокий профессионализм лора отмечают первые дагестанские пациенты. Обратилась к доктору с проблемой. Дело в том, что у меня речевая профессия и мне приходится много говорить в течение дня. И я замечаю, что к концу дня у меня начинает голос садиться, першит горло. И вот пришла к доктору, чтобы решить эту проблему. Долго ждала приезда именно этого специалиста. Вот сейчас я здесь на осмотре. Я слышала об этом специалисте, я изучала информацию. Видела, что принимает именитых людей в Москве. И вот по отзывам, которые она читала в интернете, решила обратиться. И еще ни разу не пожалела. Доверие людей Марина Мусаева заслужила не только опытом, но и постоянным стремлением к развитию. Именно такие яркие специалисты и формируют положительный имидж Дагестана. В планах врача совершенствовать навыки, в том числе за границей, через обучение и стажировку. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкале на улице Джабраилова завершили реконструкцию улицы. Здесь полностью обновили дорожное покрытие, установили бордюры, тротуары и проложили ливневую канализацию. Также были созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Буквально месяц назад мы здесь были, работы выполнялись. Можно с гордостью сказать, что работы выполнили ребята очень качественно и в срок. Люди очень довольны, людям очень понравилась работа. Отметим, что благодаря ремонту дороги снизились заторы на соседних улицах, что поспособствовало быстрому и удобному движению транспорта. Работы были выполнены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». 30 ноября Дагестан широко отметит День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На площади Ленина Махачкале пройдет большая выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и техники. Поступление артистов и открытие новых объектов, газопровода и фруктохранилища. А ключевым событием станет заседание Совета по развитию АПК при главе республики. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» вышли в следующую стадию Кубка России. В четвертьфинале пути регионов махачкалинцы на выезде взяли верх над Сочи. По ходу игры клубу из Дагестана пришлось отыгрываться. В конце первого тайма форвард хозяев Артур Шушеначев реализовал выход 1 на 1. Во второй 45-минутке «Динамовцы» активизировались, и это принесло свои плоды. Ян Джапо протолкнул мяч в ворота после прострела с фланга. Основное время матча так и закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти футболисты «Динамо» были точнее, а вратарь Тимур Магомедов был на высоте. Итог 4-3. Соперник нашей команды в следующей стадии Кубка России определится при жеребьевке, которая состоится 30 ноября. В завершении выпуска коротко о погоде. Завтра в столице Дагестана ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха 6-7 градусов тепла, ветер северо-западный 8 метров в секунду, температура воды в море 15 градусов по Цельсию. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok